Павел Владимирович, скажите, пожалуйста, появились ли в Одессе тесты на коронавирус? Тесты на коронавирус появились в Одессе. На сегодняшний день всем пациентам, которым необходимо в инфекционной больнице в рамках алгоритма, делаются экспресс-тесты. На сегодняшний момент протестировано 30 человек. Ни одного подтвержденного заражения коронавируса на сегодняшнюю минуту в Одессе нет. Сегодня были введены изменения в работу электротранспорта до 10 человек в одном вагоне или в троллейбусе. Это вызвало конфликты среди горожан. Как вы планируете урегулировать этот вопрос? Мы призываем горожан к спокойствию и к пониманию. В первую очередь все те ограничения, которые сделаны в общественном транспорте, сделаны для безопасности горожан и пассажиров. С тем, чтобы не допустить заражения. В связи с этим на государственном уровне принято решение о том, что не более 10 пассажиров в одном транспортном средстве, либо в одном вагоне. Мы моментально в случае нарушения будем обращаться в правоохранительные органы для привлечения таких людей, которые будоражат и мешают работе общественного транспорта, к ответственности. В связи с запретом на междугородние пассажирские перевозки появилась проблема с доставкой в больницы медиков, сотрудников полиции и ГСЧС, живущих в области. Решается ли этот вопрос? Департамент транспорта Одесского городского совмета совместно с областным департаментом транспорта, совместно со всеми одесскими перевозчиками, с координацией со всеми муниципальными и государственными учреждениями и службами, разрабатывает специальные маршруты для всех людей, которым необходимо пребывать на место работы. В первую очередь такие маршруты созданы для медицинских учреждений. Во вторую очередь для правоохранительных органов и в дальнейшем случае необходимости маршруты будут создаваться на базе департамента транспорта Одесского городского совета. Как контролируется выполнение, соблюдение и запрета на работу заведений в городе? В каждом районе города Одессы созданы мониторинговые группы, в состав которых входят правоохранители органов, представители всех служб Одесского городского совета. Хотелось бы остановиться на, может быть, даже на статистике. На сегодняшний день мы остановили деятельность ТЦ Среднефонтанский, ТЦ Европы, ТЦ Остров, ТЦ Новый Привоз, ТЦ Кадор, ТЦ ЦУМ, ТЦ Афина. Основлена деятельность более 810 торговых объектов на территории города Одессы, которые сами не остановили свою деятельность. Поэтому постоянно происходит и дальше дальнейший мониторинг. 163 объекта работают на сегодняшний день в режиме доставки и выноса продукции. В городе множество общественных организаций, религиозных организаций, бизнес-структур. Планируете ли вы с ними как-то сотрудничество на период карантина? Мы создали специальное сообщество вместе с организацией Красный Крест, вместе с молодежными общественными организациями, ветеранскими организациями, патриотическими организациями. Это телеграм-сообщество, которое в своей деятельности ставит основные задачи. Это информирование пожилых людей о необходимости оставаться дома. Помощь в предоставлении необходимых продуктов питания и медикаментов для тех пожилых людей, которые находятся на карантине, самоизоляции в своих квартирах. Доставка и транспортировка этих волонтеров, обмен всеми базами данных и ресурсами для обеспечения всех этих действий. Это очень важно, что создано такое сообщество. На сегодняшний день уже планируется более 150 общественных организаций, которые присоединились к этой инициативе. В ближайшее время в средствах массовой информации появится телеграм-канал, в который смогут подключаться руководители общественных организаций для совместной координации действий. В том числе и религиозные организации. Помимо того, хотелось бы сказать, что аналогичный телеграм-канал создан на базе платформы грантового офиса Одесса 5Т, который имеет большую базу контактов одесских бизнесменов. Цели этого сообщества заключаются в следующем. Это определение и обмен данными по всем предприятиям, которые могут предоставлять необходимую продукцию, медицинские препараты, оборудование, обмен этими данными. И на базе Департамента экономического развития эти все данные отрабатываются. И те компании, которые являются сертифицированными, качественными, проверенными, будут рекомендоваться для приобретения масок, дезинфицирующих средств и многого-много другого, что сегодня нужно в условиях карантина. Это интернет-сообщество, телеграм-сообщество позволяет очень быстро обмениваться информацией и очень быстро реагировать на все вызовы, которые сегодня есть у общества. И мы рассчитываем на поддержку бизнеса, в том числе финансовую поддержку бизнеса для дополнительных резервных закупок на территории нашего города. И я думаю, что вместе с совместными усилиями, вот таким вот оперативным объединением мы победим этот вирус в Одессе. Планируется ли усиление информирования населения? Сегодня все возможные каналы, которые только есть, мы используем. Это и телевизионные, и онлайн-трансляции, и бигборды, и ситилайты. Сегодня разрабатывается новая рекламная кампания для ситилайтов и бигбордов на улицах города Одессы. Помимо того, с сегодняшнего вечера уже начинается, будут ездить по городу автомобили, в которых будет на громкоговорителе озвучиваться информация, которая касается карантина. Призыва в основном людей старшего поколения находиться на самоизоляции. Все, спасибо. 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 Спасибо.